Наши страны действительно совершили настоящий прорыв в экономическом партнерстве. Объем двусторонней торговли увеличился в 50 раз. Совместные проекты выстали даже под ударом эпидемии. Антон Малюта продолжит тему. Пекин, Шанхай, Гуанчжоу сложно переоценить китайские мегаполисы с экономической точки зрения. Сюда стремятся многие. Завязать долгосрочные отношения с китайскими партнерами – большая удача. У Беларуси это получилось. И вот конкретные результаты. Самый масштабный совместный проект за всю историю отношений. Великий Камень сегодня насчитывает 85 резидентов. До конца года планируют взять планку в сотню. Компании приходят, потому что знают – здесь хорошие условия, чтобы зарабатывать. Режим работы одной станции, в рамках которой мы обслуживаем наших инвесторов – это, во-первых, успешный опыт наших китайских партнеров и друзей, которые мы продвигаем здесь, в парке Великий Камень. Чтобы мы имели возможность эффективно, быстро, без задержек, удобно для инвестора, предоставить соответствующие возможности, чтобы у инвесторов была только одна задача – реализовать свой проект. Все остальное мы берем на себя. Объем заявленных инвестиций уже более миллиарда двухсот миллионов долларов. И это только часть общей копилки. Все проекты с расчетом на современные технологии. Завод Билджи и Билтехнологическая корпорация – эти бренды известны за пределами двух стран. Сегодня китайский капитал есть во многих отраслях нашей экономики. При помощи китайского капитала у нас строятся очень грандиозные, значимые проекты. Это как зародного образца бассейн, футбольный стадион, социальное жилье, другие важные направления. Также, что очень важно, качественный и активный темп набирает оригинальное сотрудничество, которое по сути является двигателем всего торгово-экономического направления. Железное братство – это не только про экономику. На высшем уровне доверительный диалог, причем не только во время очных визитов. Например, недавний телефонный разговор Александра Лукашенко и председателя КНР. Си Цзиньпинь скажет четко. Китай выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии. Как и раньше, поддерживает нашу страну в выборе своего пути развития, который соответствует национальным особенностям. Сейчас активно, к сожалению, в мире реализуются попытки создания так называемого управляемого хаоса. И именно Китайская Народная Республика – это один из центров силы, который противостоит. Противостоит, так же, как и Республика Беларусь, как и Российская Федерация, вот этим попыткам раскачать ситуацию, всячески подорвать стабильность на мировом пространстве. И это очень-очень важно. Как доказательство крепких отношений взаимодействия во время пандемии, Китай первым два года назад столкнулся с глобальной угрозой. Помощь Беларуси не заставила себя долго ждать. Тогда же, в январе 20-го, из Минска в Пекин отправился большой гуманитарный груз. Поднебесная отвечает добром на добро. Мы получили уже несколько партий китайской вакцины от COVID-19. Договоренность об очередной поставке, которую ждем в столице в ближайшие часы, достигнута во время того же телефонного разговора. Очень мудрое стратегическое руководство наших двух лидеров и всеобщая поддержка наших общих народов. В этом заключается именно секрет успеха развития наших двух стран. Важнейшая причина нашего тяготения Беларуси и Китая к друг другу в том, что и руководство Беларуси, и руководство Китая ставят своей задачей, главной задачей – это повышение благосостояния наших людей. А ведь это, говорится, дорого стоит. Хорошие политические отношения, хорошая база таких личных контактов. Она создает у нас очень великолепные условия для продвижения и нашей продукции, и для, скажем, привлечения тех же китайских инвестиций. На укрепление сотрудничества работаем в ежедневном формате. Сегодня Белтамош-сервис подписал соглашение с Агентством внешнеэкономической деятельности. Это новые возможности для продажи наших товаров в Китай через интернет-платформы. Мы активно провели ряд встреч и вышли уже на подписание соглашения с крупнейшими логистическими компаниями Китая, для того, чтобы не только улучшить наше экспортное направление в Китай, но и также транзиты передвижения товаров из Китая по шелковому пути в Европу. Поэтому достаточно сегодня у нас компетенции, чтобы детально мы уже обсуждаем проекты и заинтересованность очень большая китайской стороны. Предпросылки для наращивания торговли создают директивы о развитии двусторонних отношений с КНР до 2025 года. Документ был подписан на высшем уровне в декабре. Как и прежде, курс на укрепление сотрудничества во всех сферах. А значит, впереди еще немало совместных проектов. Антон Малюта, Светлана Лукьянюк, Алина Лапой, Алексей Кондратенко. Агентство теленовостей.